Видео подготовлено сайтом online gdz.net. Физика 8 класс. Упражнение 40. Под цифрой 1. Каким полюсом повернется к наблюдателю магнитная стрелка, если ток в проводнике направлен от А к Б? Изменится ли ответ, если стрелку поместить над проводом? Я продублирую рисунок. Частично стол рисовать не буду. Вот это провод с током А, Б. И ток течет вот в эту сторону. Магнитные линии вдоль прямого провода с током имеют форму концентрических окружностей, сквозь которые продет этот провод. Для определения направления магнитных линий мы используем правило буравчика. Буравчик – это винт, штопор. Если этот винт вставить в кольцо магнитной линии, вдоль провода его расположить и вращать, поступательное движение буравчика должно происходить в том же направлении, куда течет ток. Для этого буравчик придется крутить на нас, то есть вот в эту сторону. Так и будут направлены магнитные линии. Вот эта стрелочка, появившаяся сейчас, показывает направление магнитных линий. Если же рассматривать магнитную стрелку, которая помещена под проводом внизу, то здесь направление магнитных линий совпадает, как и везде, впрочем, с направлением северного конца магнитной стрелки. То есть магнитная стрелка будет располагаться с северным концом от нас, от наблюдателя, норд-север, а южным концом к нам – с. Если стрелку переместить наверх, то здесь направление магнитной линии к нам, к наблюдателю, значит и стрелка будет располагаться наоборот. Северным концом к нам, а южным от нас. Итак, подытожим. Если стрелка находится под проводом, она обернется южным концом к нам, а с северным от нас. Если же ее переместить наверх, то там направление магнитной стрелки поменяется на противоположное. Если вы хотите знать ответы на другие вопросы, следите за новостями с сайта онлайн-гдз.нет в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на ютубе. Спасибо. Спасибо.